Все очень просто. Если ты капсоревнования проиграл, ты просто обанкротился. Делал поля с неубранным подсолнечником. То есть понятно, что это у вас подсолнухи в снегу. В ней туалетную бумагу добавляют. У меня встречный вопрос. А кто-нибудь из вас пытался варить мясо? Кто-нибудь видел, чтобы вареное мясо было красным? Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова на канале Перехват Управления. И у нас сегодня в гостях Алексей Сергеевич Лапушкин, политолог и секретарь Федерального совета партии «Дело». Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте. Что будет дальше? Начнем ли мы питаться нормальной, здоровой пищей? Молоко, масло, мясо и так далее и тому подобное. У нас лидер партии, Константин Анатольевич Бабкин, у него есть блестящая фраза, что еда должна лечить, а не калечить. Чтобы нормально питаться, нам нужно в первую очередь вернуть советские госты. Потому что советские госты по продовольствию были самые жесткие в мире. То есть колбаса была из мяса, молоко было из молока, хлеб был из хлеба и сыр был тоже из молока, а не из пальмового масла. Поэтому возвращение советских гостов, да, безусловно, это и возвращение к советским стандартам производства продовольствия. Собственно говоря, почему многие из наших граждан предпочитают рынки белорусских товаров и белорусские товары. Дело в том, что в Белоруссии сохранены советские госты по продовольствию и, соответственно, конечно же, белорусские продукты, они славятся своим качеством. Но госты надо еще, чтобы выполнялись. То есть их могут ввести, но не факт, что будут выполнять. Их не надо было отменять. Ну, это само собой, конечно. Меняя на некие техрегламенты и прочее, 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 что очень трудно и проверяемо, и не совсем обязательно к исполнению. То есть помните, нам рассказывали, что советская колбаса серая, потому что в ней туалетную бумагу добавляют. У меня встречный вопрос. А кто-нибудь из вас пытался варить мясо? Кто-нибудь видел, чтобы вареное мясо было красным? А скажите, ваше отношение к таким корпорациям, как Мираторг? Ну, отношение к агрохолдингам на самом деле сложное. Поскольку их эффективность, прямо скажем, неоднозначна. Я все-таки считаю, что, и, наверное, это наша общая позиция, что преимущество должно быть отдано небольшим и средним хозяйствам. То есть это крестьянско-ферменским хозяйством и хозяйством средним. Поскольку все-таки они более подвижные, лучше работают, больше ориентированы на рынок. У них, может быть, меньше лоббистских возможностей для того решения каких-то своих вопросов, скажем так, нерыночными методами. Плюс ко всему, они, как правило, эффективнее. Это вот большой для них плюс. Мягко вы так сказали, нерыночными методами. Ну да, нерыночными методами. Ну а как? А кому принадлежит Мираторг? Понятия не имею. Не готов. Понимаете, вы меня под статью пытаетесь все время подвести, да, потому что для того, чтобы сделать подобное заявление, нужно иметь как бы юридически обоснованную позицию. Потому что сказав, кому принадлежит, допустим, Мираторг, да, это человек в состоянии подать в суд. И мне придется доказывать, что я данное заявление не высыл, извиняюсь, из пальца. Хорошо. Значит, гречка стоила там под 100 рублей, а сейчас она так резко упала, что, в принципе, доступно 40 рублей. С чем это связано? А вы знаете, вот тут вопрос весьма творческий, потому что мы как-то пытались понять вопрос ценообразования в торговых сетях, и у нас это не получилось. То есть это такой вот... Тайна. Да, сие есть тайна великая. Тайна для расследования. Да, и нам, для нас она вот не ясна, да, то есть это какой-то ящик Пандоры с ценами в торговых сетях. Вот если мы говорим о... Сегодня коммерсант говорил о росте там цен на крупы на 20-30 процентов. Да, есть там проблемы с производством риса в Краснодарском крае, связанные с работой Федоровского гидроузла, который определяет уровень воды в Кубани, поскольку ростительная система рисовых полей там она самотечная. То есть там не работают, там нет насосов, там самостоятельно поступает вода. Да, то есть снижение производства риса в Кубани, да, оно будет падать. То есть, а вот если, а вот наоборот в Крыму, куда воду дали, производство риса вырастет. И вот сейчас коллеги поделились цифрами, что в Дагестане будет производство риса, где опять же есть доступ к воде, тоже должно подрасти. То есть здесь объективные там, субъективные, объективные экономические причины. А вот ценообразование торговых сетей вам не ответит никто. Потому что для нас, мы сами пытались почитать, да, допустим, по цене на свинину мы голову сломали. То есть вот как оно носит где-то, может быть, даже где-то психологический характер. Потому что есть цена опта, закупа, есть цена продажи, которая в магазин попадает. Вот как она вот формируется, на каких цепочках, вопрос творческий. Вообще торговые сети это отдельная песня. Да, это отдельная песня, потому что их все больше и больше становится рядом с каждым практически подъездом. И я так подозреваю, что это тоже неспроста делается. Такой заговор небольшой. В любой момент может это все закрыться. И что будет тогда? Ну, я слабо сомневаюсь, что это в любой момент может закрыться. Потому что все-таки люди инвестируют в эту деятельность достаточно серьезные средства. И просто так это все закрыть нельзя. Но то, что вопрос ценообразования торговых сетей требует такой тщательной разборки, приведения вообще этой ситуации в какой-то там порядок, да, это факт. — Спасибо. Еще хотела тут новость недавно, прям, по-моему, вчера даже прочла, что в Узбекистан Россия поставляет большое количество мяса и молока. Ну, а я, насколько знаю, что в Узбекистан не нуждается ни в мясе, ни в молоке со стороны. Там в городе можно спокойно купить настоящее, живое, любые молочные продукты, и также и мясо. Это информация как? — Вы знаете, я этой информации, честно скажу, не видел. Мне сложно прокомментировать. Вопрос в чем? Если мы говорим об... Вообще любой экспорт продовольствия, он хорош. Потому что если мы экспортируем продукцию, значит, она востребована, значит, наши аграрии получают... Ее могут реализовать, соответственно, покрыть свои издержки, получить доход, а это, соответственно, зарплаты, налоги, таможенные пошлины, тогда если мы говорим об экспорте. То есть, это хорошая история. И вообще экспорт продовольствия для нашей страны вполне себе такая альтернатива даже нефтегазовому сектору. Ну, чтобы меня наши зрители не сочли маниловым, да, ячейкам неуравновешенным, да, психически заявляющим подобные вещи. Я просто... Давайте в цифрах. У нас сейчас в страну прибыл... И куда самое главное? Куда экспорт? У нас сейчас в страну прибыл товарищ Си Цзиньпинь. У нас значительная часть продовольствия производится, в том числе и в Сибири, на Дальнем Востоке. Товарного продовольствия. Так вот, объем импорта продовольствия, то есть, Китай в год импортирует продовольствие, как вы думаете, на сколько? На сколько процентов? На сколько миллиардов долларов? Не могу даже сказать. 220 миллиардов долларов. То есть, потребность Китая, ежегодная потребность Китая в продовольствии оценивается в 220 миллиардов долларов. Весь экспорт Российской Федерации, всего продовольствия, 40 миллиардов долларов. То есть, у нас есть колоссальнейший потенциал для роста нашего экспорта. А дальше возникает вполне резонный вопрос. Был такой очень интересный момент, когда Трамп, еще будучи президентом Соединенных Штатов Америки, сделал нам такой существенный подарок, развязав торговую войну с Китаем. И тогда, в первую очередь, коснулся поставок сои. Я для себя с большим интересом узнал, что основные поставщики сои для Китая – это США и Канада. Так вот, взяв ниточку и приложив ее к глобусу, любой человек, даже абсолютно незнакомый из географии, поймет, что поставлять сою из Сибири, из Дальнего Востока, в Китай, несколько ближе, чем поставлять ее в Китай, из Канады и Соединенных Штатов Америки. Тогда Константин Анатольевич Бабкин выпустил статью о том, что время кормить Китай. Но, опять же, неготовность наших таможенных пунктов, потому что там машины сои стояли по две недели просто на этих таможенных полях. Невнимание власти к этой проблеме. То есть, на тот момент наше государство здорового человека должно было отрежать из Москвы комиссаров, пыльных шлемах и с маузерами, которые должны были решать там на месте все проблемы по пропуску нашей сои в Китай, по обеспечению своевременной оплаты работы банков и всего остального, если там где-то крестьянин что-то там не додумал или там не дорассчитал, там страхование и всего остального. Увеличение потенциальных платежей, чтобы захватить этот рынок, плотно на него сесть и получать с него прибыль в казну государства, в карманы граждан, на инвест-программы производителей. Этого, как обычно, не было сделано. А вообще, конечно, потенциал нашего экспорта продовольствия в Китае колоссальнейший. Это десятки миллиардов долларов. Это колоссальнейший доход от таможенных пошлин, от налогов производителей. Это новые высокотехнологичные рабочие места. Это инвестиционные программы в сельском хозяйстве. Это рост машиностроения и сельскохозяйственного, и сопутствующего. Это очень много чего. То есть это на самом деле клондайк. Ну понятно, но пока что мы видим все-таки из Египта, из Турции продукцию. Вопрос, какая продукция? Да, вот вопрос как раз, что требуется Китаю? Китаю требуется соя, Китаю требуется зерно. Дело в том, что вообще половину всего зерна, продаваемого на мировом рынке, приобретает Китай. То есть мы сейчас можем увеличить посевные площади. Мы можем запустить инвест-программы в сельском хозяйстве. Мы можем дать людям высокооплачиваемую работу, потому что сельское хозяйство сейчас, это не то, как мы привыкли это видеть, что там мужики и женщины с вилами, лопатами в грязи что-то возятся. Это сейчас даже не хай-тек, это практически хай-хюм, потому что сейчас там много решений, в том числе и цифровых, и программных для обеспечения как раз работы сельхозпредприятия используется. То есть это сейчас очень высокотехнологичная отрасль, мы в состоянии сейчас поставлять сырье, и я думаю, что в принципе при определенной переговорной позиции со стороны нашего государства мы в состоянии выйти на уже следующие переделы, поставлять уже вплоть до готовой продукции. По той простой причине, что для Китая, наверное, это уже не настолько актуально, а для нас очень актуально. То есть поставлять не рапс, допустим, а рапсовое масло. Это уже абсолютно следующий передел, требующий. И другая цена. Да, и абсолютно другая цена, другие результаты, а главное это рабочие места для наших граждан. И хорошие рабочие места с высокой оплатой. Это возможно, да? Это возможно, да, при правильном выстраивании переговорной позиции государством и при наличии инвестиций. А инвестиции, основной ключевой источник инвестиций сейчас это государство. Поскольку, ну, про иностранные инвестиции мы 30 лет уже слушали, да, это уже не смешно от слова никак, да. Это уже вот ближе к Ильфу и Петрову, Союзу Меча и Орала и Отцу Демократии Киси Воробьянинова. Значит, с фразой «За границей нам поможет». То есть основной источник инвестиций это государство. Причем я подчеркиваю, это вопрос не в том, чтобы дать кому-то деньги. Это инвестиционный кредит. То есть государство дает инвестиционный кредит через уполномоченный банк, через какой-то фонд, через еще что-то. Тем самым стимулирует ту или иную отрасль переработки. То есть это такой, ну, серьезный инструмент и для развития экономики, для создания рабочих мест. То есть экспорт для нас сейчас, значит, экспорт продовольствия – это вот один из серьезных источников пополнения бюджета. Алексей Сергеевич, еще хотела спросить. Вот вы говорите, земли можно использовать. А земли у нас в чьей собственности? Вот насколько я слышала, что подмосковные земли, скупленные немцами, иностранцами. Как с этим дело обстоит? Смотрите, согласно действующему законодательству, землю приобретать у нас нерезиденты не могут. То, что действительно колоссальнейший объем вложений, инвестиций в сельхозку делали немцы и итальянцы до начала СВО, это факт. Но в этом тоже я ничего плохого не вижу. То есть если люди пришли сюда, соблюдают все правила, работают здесь, платят все налоги и ведут себя достойно, поскольку даже вот сейчас есть формулировка о том, чтобы дружественные компании из недружественных стран, те, кто не хотят уходить отсюда, в этом нет ничего плохого, на самом деле. Вопрос заключается в том, чтобы они соблюдали общие правила. Но поверьте, их доля в сельхозпроизводстве таких инвестиционных проектов, она незначительна. То есть это не какие-то там, это даже не 10%, я думаю, это там менее где-то между 5 и 10%. Это во-первых, а во-вторых, ну опять же, у них есть хорошие технологии, опять же, в сфере уже глубокой переработки продуктов сельского хозяйства. Если они будут приходить сюда с этими технологиями, это будет для нас плюс. Это будет стимулировать и наших производителей, то есть это будет создавать здоровую как раз конкуренцию на рынке. Наши производители технологически будут вынуждены тянуться для них, но с учетом происходящего сейчас на мировой арене и тех санций, которые нам ввели, это, я думаю, сейчас малореально. Алексей Сергеевич, а скажите, что происходит у нас в регионах? Ну что в регионах происходит в регионах, где-то уже началась посевная, где-то готовиться к посевной. Ситуация достаточно сложная. Сложная в каком плане? Потому что решение о высоких таможенных пошлин на вывоз, собственно говоря, зерновых и масличных очень существенно ударило по селькозпроизводителям. Ударило почему? Это невозможность вывести урожай и продать его, скажем так, на экспорт. Оно привело к падению цен на продукцию, снижение инвестиционных программ, ну и, как следствие, сокращение посевных площадей. То есть в этом году будет посеянный месяц, чем в прошлом. Но это же опасно? Ну, я бы не сказал, что это опасно. Давайте понимать, да, что в прошлом году наш урожай составил 154 миллиона тонн зерна, при внутреннем потреблении 70 миллионов тонн. То есть мы с голоду точно не помрем. Вот эта вот половина пропала или что? Что-то пропало, особенно по масличным. Потери очень сильные, потому что вот я был буквально месяц назад в Саратовской области, видел поля с неубранным подсолнечником. То есть понятно, что это у вас подсолнухи в снегу, да, такая очень специфическая картина. Понятно, что его, собственно говоря, при начале сельскохозяйственного сезона, когда сойдет снег, его просто запашут в землю. А так, это, конечно, не очень хорошая история. Особенно пострадали производители рапса в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что рапс нам, ну вот, вам рапс нужен? Нет. Вот и по большому счету у нас никому рапс не нужен. А так за границу, да, на Запад шел? Но рапс это исключить, нет, рапс никогда не шел на Запад. Рапс это экспортная, исключительно экспортная культура, поскольку, и почему Сибирь и Дальний Восток, объясню. Дело в том, что в китайской культуре и в китайской кухне не используется при приготовлении пищи подсолнечное масло. Это мы привыкли пользоваться подсолнечным маслом, а китайцы пользуются рапсовым маслом. Соответственно, потребность у них достаточно высокая по данному виду сельхозпродукции, и они его, конечно, закупали очень хорошо. У нас у Александра есть вопрос. Александр. Вопрос у меня такой. Значит, мы разговаривали, ну, у нас обратная связь с населением есть, и мы разговаривали с человеком, который непосредственно фермер сейчас называется, да, а так он, в принципе, советский колхозник, который в своих там районах очень успешно вел сельскохозяйственную деятельность. И вот у меня такой вопрос, и он мне как бы жаловался, что он ездил в Белоруссию, ездил там, к нашему обращался, насчет механизации производства. То есть у него были вопросы к расположению раздатки, ну, отбора, коробки отбора мощности в тракторе, которую упрятали вглубь, а должны были вынести наружу. И он разговаривал с конструкторами, а они как бы проигнорировали. Вот насколько возможно через вас воздействовать на производительные техники. Которые постоянно ломаются, добавлю, да? Которые еще и ломаются, да, ненадежно. Ну, смотрите, вы сейчас говорите, я так понимаю, о белорусской технике. Мы, как это, мы все-таки партия российская и создана российскими производителями сельхозтехники. Мы на белорусских производителей не можем влиять никак. Ну, а на российских? Ну, на российских эта работа ведется, на самом деле, постоянно. То есть, техника, это не сферический, конь в вакууме, она действительно ломается. И сейчас существует система, которая позволяет отслеживать практически все поломки на ней и, соответственно, ее модернизировать. То есть, обратная связь есть? Да, обратная связь, безусловно, есть. Вот я знаю прецедент, опять же, по Забайкальскому краю, когда были поставлены, значит, опрыскиватели. Их в первый раз использовали в Сибири, но вот как-то производитель опрыскивателей не учел, что в Сибири, может быть, днем плюс 15, а ночью минус 5. И, соответственно, оставшаяся влага замерзала, и шланги опрыскиватели, соответственно, рвались. Рвались очень хорошо, но ничего, приехала целая команда инженеров от завода-производителя, все тщательно изучила. В результате на заводе сменили поставщика, собственно говоря, шлангов, немножко поменяли технологический цикл. Теперь она и на морозе нормально работает, даже при замерзании. То есть, эти шланги не рвутся. Спасибо. Значит, второй вопрос. Вот вы сказали, что конкуренция там и так далее. А вот что правильнее, конкуренция или научный подход для нашего производителя сельхозпродукции? А что значит, в вашем понимании, научный подход? Это значит, что когда человек конкурирует с кем-то, он исходит из того, что дешевле. Прибыль. Прибыль. Ну, во всяком случае, на данный момент развития сознания людей. А вот есть институт, например, который может предложить качество продукции лучше, дешевле. То есть, это разработка некого научного коллектива, который внедряется непосредственно на поля. Хорошо. Это вам встречный вопрос. Просто в вашем вопросе есть логическая ошибка. Вот у вас есть два продукта. Один по умеренной цене и вкусный. Вы его с удовольствием покупаете, едите, получаете гастрономическое и любое другое удовольствие. И есть дешевый продукт, который вот в рот взять невозможно. Вы его купите. Ну, вот смотрите, то, что мы сейчас называем турецкой продукцией, да? Ну, или в народе его называют травой, со вкусом травы. Это не научный подход. Это подход конкуренции. Смотрите, значит, вы сейчас говорите, вы меня спрашиваете про белорусскую продукцию, продукцию белорусского машиностроения. Вы меня спрашиваете про продукцию турецкого агросектора. Я могу отвечать за продукцию российского. Еще раз подчеркну. У нас все-таки всероссийская политическая партия, партия дела. По сути, единственная аграрно-промышленная партия в стране. Я могу говорить про российского производителя. Соответственно, конкуренция, безусловно, нужна. Но в конкуренцию входит не только стоимость, но и качество продукции. То, что вы говорите о научном подходе, у вас без научного подхода невозможно ничего. Потому что сельское хозяйство – это достаточно сложная отрасль, в которой сейчас технологии производства сельскохозяйственной продукции, и технологии машиностроения для нее, и различные техники. И это подчеркиваю, это даже не хай-тек, это во многом даже хай-хьюм. То есть, это сейчас такая вот передовая в этом смысле отрасль по производству как такового в принципе продовольствия, где все должно быть очень четко выстроено. И агрономия, и внесение удобрений в определенное количество, и получение качественной продукции в итоге. То есть, это автоматически подразумевает научный подход. Вот я вам для примера приведу. Одно время в машиностроении было модно, когда внедряли вот эту систему управления производством, систему Кайдзен японскую. Она считалась как бы пиком, все с ней носились, носились, носились. Я, будучи на различных предприятиях, я вот смотрю на эту систему и понимаю, что вот что-то вот такое до боли знакомое. Прямо вот где-то я это уже видел, причем очень давно. И посовещавшись с коллегами, и внимательно все это уже изучив, применив научный подход, вообще система Кайдзен по управлению производством, это японцы доработали наш НОТ, научную организацию труда, которая была разработана еще в советское время. И они ее просто доработали, адаптировали под современные условия, назвали Кайдзеном, и теперь всем как-то вполне себе успешно впаривают, как свою, ах, какой интеллектуальный продукт. То есть у вас сельское хозяйство без науки невозможно, потому что это инженерия, это агрономия, это куча всевозможных отраслей, значит, научных, которые требуют исследований, и, соответственно, в том числе и эти отрасли требуют государственного финансирования во многом. То есть и государственного подхода. У вас наука, понимаете, если у вас наука не обновляется, это у вас не наука, а уже становится некой псевдонаучной религии. То есть у вас постоянно появляется что-то новое, у вас постоянно производится и селекционный эксперимент, и выводятся новые сорта, более морозоустойчивые, более высокопродуктивные. То есть это требует, безусловно, научного подхода. И главное, чтобы полезное было. Но конкуренция тоже должна быть. Может быть, ее назвать просто соцсоревнованием, знаете, как раньше? Ну, знаете, конкуренция была. Вот если мы вспомним там советский период, сколько было авиационных КБ при Сталине? Они друг другом очень жестко конкурировали. Ну, было соцсоревнование. У нас сейчас капсоревнование. При том, что все очень просто. Если ты капсоревнование проиграл, ты просто обанкротился. Вы знаете, соцсоревнование социалистически означает народное. А капсоревнование, это все-таки, я не знаю, как переводится, честно говоря. Копиталистическое соревнование. Ну, это да, денежное, выгодное. Это вот за выгоду, понимаете, наш торгаш продаст все, что угодно. Вы не путайте производителей с торгашами. Нет, это ни в коем случае. Это две разных абсолютно истории. Это во-первых. А во-вторых, давайте тоже не будем забывать, что в социалистическом соревновании результат для победителя социалистического соревнования измерялся не в вымпелах, а в деньгах. Было. То есть, вымпел, оно, конечно, хорошо, но премия лучше. Поэтому, то есть, мы же сейчас не будем предлагать вообще отказаться от денег. Нет, конечно. Возможно, и, наверное, в человеческой истории это должно будет произойти, да, в определенный момент. Но сейчас мы от денег, как эквивалента стоимости, да, и в том числе эквивалента стоимости нашего с вами труда отказаться не можем. Да, просто надо к ним подходить как к инструменту, а не как не молиться на деньги. Чтобы не стояло все-таки в углу, в самом главном углу именно деньги, а чтобы... Вы поймите, не один производитель, меняемый, да, причем, неважно, в Российской Федерации, в Германии, Франции или, я не знаю, в Китае, он не ставит себе цель... То есть, настоящий производитель ставит развитие своего производства и производства своего продукта. То есть, недаром есть производители, которые десятилетия, некоторые сотни лет производят тот или иной продукт и являются всемирно известными брендами. Их качество, ну, не под... Значит, с... Но они отвечают за свои качества. Да, они не... Как бы это там... Оно всемирно известно и там в голову никому не придет, да, что... Добавит туда что-нибудь такое. Да, что-то такое, да, что может быть там в данном случае принесет тебе дополнительную прибыль, но убьет тебя просто как производитель. Спасибо, Алексей Сергеевич. Дорогие друзья, с нами был Алексей Сергеевич Лапушкин. До свидания, до новых встреч. Спасибо, до свидания.